МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Богдан Володарский. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На всероссийском конкурсе за нравственный подвиг учителя в Москве Севастополь представит школа номер 3. В Севастополе прошел региональный этап Олимпиады по направлению Севастополеведения. Состязание молодых поваров. В Севастополе проходит региональный этап WorldSkills Russia по поварскому делу. 61 из 64,5 миллиардов рублей предусмотрен на 2017 год получили Крым и Севастополь на реализацию федеральной целевой программы развития до 2020 года. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Макарович Назаров. Он добавил, что всего в этом году планируется ввести около 170 объектов федеральной целевой программы. Бюджет Республики Крым в этом году на реализацию федеральной программы получит 54 миллиарда 55 миллионов рублей, а Севастополя почти 10 миллиардов рублей. Накануне стало известно, что проект строительства водохранилища в селе Соколиное и переброски реки Кокоска в Чернореченское водохранилище не будет реализован. Взамен его будет разработан альтернативный проект водоснабжения Севастополя. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. Напомним, проект переброски стоков реки Кокоска для водоснабжения Севастополя был внесен в федеральную целевую программу с финансированием в почти 2 миллиарда рублей. Данная инициатива вызвала негативную реакцию жителей Бахчисарайского района, которых поддержали специалисты в области экологии и геологии. По их мнению, переброска водка Кокоскина-Севастополь нанесет непоправимый ущерб экосистеме Бельбекской долины и усилит оползневые процессы на склонах Большого каньона. Законодательное собрание Севастополя утвердило изменения в бюджет на 2017 год. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 28 февраля. По словам директора Департамента финансов правительства Севастополя Владимира Викторовича Штопа, изменения вносятся и в доходную, и в расходную части. Они увеличиваются, соответственно, на 2 миллиарда 300 миллионов рублей и на 2 миллиарда 500 миллионов рублей. Основные изменения расходной части коснутся сфер городского хозяйства, транспорта, капитального строительства и территориального развития Севастополя. Также субвенции получат внутригородские и муниципальные образования. Во втором чтении документ предполагается утвердить на внеочередном пленарном заседании 3 марта. Речь идет о выделении субвенций в адрес муниципальных образований, о чем губернатор, временно исполняющий обязанность губернатора города Севастополя, говорит, но практически с момента своего вступления в должность. Он сразу сказал о том, что он предполагает расширить полномочия муниципальных образований, и под это будут выделены средства. И соответствующий закон на уме был принят. Депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили прогнозный план приватизации госпредприятий. Проект закона был принят в первом чтении 28 февраля. В соответствии с документом, до 2019 года планируется реорганизация государственных унитарных предприятий Севастополя путем их преобразования в хозяйственные общества. Всего в списке 21 предприятие, среди которых Севастополь Телеком, управляющая компания оптово-розничных торговых комплексов, городской автозаправочный комплекс, пансионаты Севастополя, Союз печать, агропромышленное объединение, Севастопольский винодельческий завод, Севастопольская аптечная сеть, аэропорт Севастополь и Севастопольский центр землеустройства и геодезии. По словам разработчиков закона проекта, преобразование госпредприятий в хозяйственные общества будет способствовать росту их конкурентноспособности, технологической модернизации, привлечению инвестиций и повышению оперативности управления. Это очень важно, формирование казны города Севастополя и переведение группов, которые были созданы у нас с 2014 по 2015 год, другие формы организационно-хозяйственной деятельности этих предприятий, тем, чтобы можно было, так скажем, четко обозначить и, скажем, ту собственность, которая у нас будет внесена в казну города Севастополя, а также те доходы, которые будут получены от таких предприятий. Механизм определения базовых видов спорта необходимо пересмотреть. Такое мнение представители спортивных федераций Севастополя высказали в ходе встречи с депутатами, которая проходила 1 марта в законодательном собрании города. Несогласие с политикой управления по делам молодежи и спорта выразили президенты федерации фехтования, тенниса, баскетбола и акробатического рок-н-ролла. По их мнению, действующая система определения рейтинга спортивных дисциплин не подходит для объективной оценки. Рейтинг, он отличается от российского рейтинга. Вот, допустим, у каждого вида спорта есть своя специфика. То есть, допустим, у нас краевых не проводится, но у нас больше, чем краевые. У нас зональные первенства России проводятся. И мы тремя командами вышли в финал России. Пишет ноль. Напомним, в начале февраля стало известно, что Управление по делам молодежи и спорта намерено внести изменения в список базовых для региона видов спорта, то есть тех, которые в первую очередь должны получать государственную поддержку. Лишит субсидии планируют в баскетбол, теннис, акробатический рок-н-ролл и фехтование. Как пояснил тогда начальник профильного управления Валерий Чалый, нулевой рейтинг теннис и баскетбол получили из-за того, что вовремя не представили документы. Остальные показали низкие результаты. В обновленный список базовых видов спорта должны войти альпинизм, пауэрлифтинг, хэквондо и футбол. Представители исключенных видов спорта недоумевают, почему нельзя было просто расширить список. Субъект федерации имеет право присвоить статус базовых 15 дисциплинам. В настоящий момент в Севастополе перечень ограничена 12. Я был в министерстве спорта, был замминистра, который вот так глаза раскрыл, я статус секретарь Паршикова, если вы знаете, да? Вот она говорит, а зачем вы исключали, чтобы взять, можно добавлять. Пожалуйста, почему министерство нашего управления не подало новые виды спорта, если считает таковы? Президент Севастопольской федерации акробатического рок-н-ролла Михаил Казаков добавил, что нерешенной остается проблема с инвентарем. Субсидии базовым видам спорта выделяют на его закупку, но пользоваться полученным оборудованием спортсмены не могут, потому что оно до сих пор не переведено на баланс спортивных школ. По мнению Михаила Казакова, заняться этим управление по делам молодежи и спорта должно было еще около полугода назад, но ситуация так и оказалась нерешенной. Инвентарь, который лежит на базах спортивных школ, он не оприходован. Я говорю, дайте пусть он у нас в зале полежит. Директор не имеет права, он на балансе не числится. То есть готовьте нам группу СС без спортивного инвентаря. Расрешить ситуацию необходимо путем переговоров, считается депутат законодательного собрания города Юрий Круглов. Собираться чаще, те пункты поездки, которые указаны сегодня, мы должны их обсудить сегодня, остальные предлагаю встречаться по конкретным пунктам в отдельное время. Например, если речь идет об инвентаре и закупках, кто этим занимается, надо встречаться. Если речь идет о предложениях конкретных федераций, о строительстве, тоже встречаться. Это большие темы, смешивать все эти темы в один разговор, ну просто это не принесет результат. В Севастополе открыли региональный центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Организация, которая рассматривает обращения предпринимателей по фактам рейдерства и коррупции, создана в 2011 году и уже имеет региональные центры в 41 области. В прошлом году региональное отделение открылось в Республике Крым. Сейчас и в Севастополе появится Институт уполномоченных по правам предпринимателей. Открытие Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Севастополе позволит местным предпринимателям оперативно рассматривать проблемы и нарушения своих прав. Специалисты работают про-боно, оказывают бесплатную юридическую помощь. Сопредседатель Центра Андрей Геннадьевич Назаров уверен, в Севастополе достаточно инициативных людей, готовых заниматься поддержкой предпринимателей. Есть местные и инициативные предприниматели, общественные деятели. Местная государственная поддержка возникла. Не могу сказать, что здесь ситуация очень запущена, но этот институт в любом случае это дополнительная поддержка как для предпринимателей, так и для власти, для того, чтобы понимать, где какие есть сложности, конфликты и проблемы. Коррупция – это один из важнейших вопросов, который беспокоит граждан. Заместитель председателя законодательного собрания Александр Андреевич Кулагин отметил, что три года назад у жителей города была мечта сделать Севастополь городом справедливости, ведение честного бизнеса и следование закону. И выразил надежду, что в скором времени Центр по борьбе с коррупцией закроют за ненадобностью. Без бизнеса город Севастополь не превратится ни во что хорошее, а будет просто банальным субъектом дотационным Российской Федерации и ждать, когда из федерального центра сюда будут присылать деньги. Мы этого не хотим, поэтому мы должны здесь создать такие условия, при которых бизнес бы действительно, ну по крайней мере, здесь не были бы созданы препятствия развитию бизнеса. И самое главное, чтобы чиновники, которые здесь призваны для того, чтобы этот бизнес содействовать развитию, появлению новых рабочих мест, повышению уровня заработной платы, чтобы они мало того, что не вставляли палки в колеса, но еще и не делали так, чтобы людей привлекали к уголовной ответственности за то, что они развивают свой любимый город. Мы ушли от той страны, у которой второе имя было – коррупция. Задача центра и всех причастных к бизнесу – открыто заявлять обо всех коррупционных проявлениях. Одному человеку сложно справиться с часто встречающимся давлением на бизнес. В центре предпринимаются реальные шаги для противодействия практикам рейдерства и коррупции. Нам очень хочется, чтобы наша деятельность, она была выставлена таким образом, чтобы коррупционных проявлений в органах власти, государственных органов власти было как можно меньше и близились к нулю. Это задача, которую ставит перед нами президент Российской Федерации Дмитрий Владимирович Овсенников, исполняющий обязанности губернатора. Руководителем Севастопольского центра «Бизнес против коррупции» назначен Александр Владимирович Молохов. Севастопольским предпринимателям напомнили, что они также имеют право принимать участие в законотворческой деятельности, указывать места в законах, где может быть заложен коррупционный фактор. А центр готов оказывать всяческую юридическую и консультационную помощь, а также вмешиваться в дела с явными коррупционными проявлениями. Михаил Журавский, Андрей Вовк, Севинформбюро. 2017 год объявлен в России годом экологии. Одна из главных задач – привлечь внимание к разнообразным экологическим проблемам, в том числе к вопросам биологического и ландшафтного разнообразия. Последняя очень актуальна для всего Крыма и, конечно, для Севастополя. Почти 25 лет назад экологи подняли вопрос о том, что в Крыму не хватает именно природных ландшафтов – полуостров, густонаселенный и хозяйственно преобразованный район. По мнению Лилии Викторовны Бондаревой, кандидата биологических наук, сотрудника Института биологических исследований имени Александра Ануфриевича Ковалевского, в Крыму и Севастополе наблюдается процесс, схожий с велотекущей экологической катастрофой, которую необходимо остановить. При норме в 60% природных ландшафтах у нас осталось на сегодняшний момент всего 20%. А когда чего-то мало, мы понимаем, что мы должны особенно это сохранить. Гора Гасфорта была предложена еще для заповедания в 1993 году. С тех пор этот вопрос, несмотря на то, что он все время ставился перед руководителями города, этот вопрос не решался. Сейчас, в год экологии, перед нашим Севприроднадзором поставлена задача о создании схемы размещения и развития особо охраняемых природных территорий. И как раз гора Гасфорта, как одна из приоритетных территорий, она, конечно же, будет включена в эту схему. Мнение кандидата биологических наук Лилии Викторовны Бондаревой о необходимости сохранить естественный природный ландшафт, горы Гасфорта и прилегающие территории в рубрике без комментариев. В Севастополе приступили к формированию реестра виноградников. Этим занимается Департамент сельского хозяйства правительства Севастополя, сообщается на официальном сайте исполнительного органа власти. Теперь каждому винограднику присвоят учетный номер, а классификация будет вестись по количеству кустов и плотности посадки на гектар, урожайности, площади, местонахождений и владельцах. Постановление правительства России о ведении реестра виноградных насаждений вступило в силу с 1 января. Он будет содержать информацию обо всех виноградниках России, плоды которых используются для производства вина. Заявления от аграриев о внесении сведений в указанный каталог уже принимаются Департаментом сельского хозяйства правительства Севастополя. Напомним, отсутствие реестра виноградных насаждений было единственным препятствием на пути внедрения в Россию системы ВИН с защищенным географическим указанием по аналогии с европейской системой, когда вино оказывается прикрепленным к винограднику, на котором оно было сделано. Таким образом, потребитель информируется о том, в каком регионе произведен продукт и разлита каждая конкретная бутылка вина, шампанского или коньяка. В первый день весны 30-летний юбилей отметила организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Гагаринского района Севастополя. Торжественная встреча, посвященная круглой дате, прошла в здании районной администрации. Поздравить жителей города, посвятивших свою жизнь и служению Отечеству, пришли первые лица города. Ветераны города Севастополя – это золотой фонд нашего города. Эти люди защищали Севастополь, они его восстанавливали после Великой Отечественной войны. Они созидали Севастополь, который был действительно не только базой войны Черноморского флота, но он был также экономическим и культурным центром, сначала Советского Союза. В состав этой организации входят десятки людей, которые защищали свое Отечество на фронте и честно служили ему в мирное время. Герои трудовой славы и бойцы-свободители. Их имена известны многим севастопольцам. Это такие люди, как Исайд, Шосток, Людмила Павловна, Милашевская, Людмила Павловна, Царевы, Эмилия Ивановна и многие другие. Это история ветеранского движения в Гагаринском районе. Это история людей, которые объединялись, создавали эту ветеранскую организацию. Заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Владимирович Голодков отметил, наши ветераны активно участвуют в социальной жизни города и своим примером помогают воспитать молодое поколение. Проводится огромное количество мероприятий на территории Гагаринского района, где инициаторами выступают сами ветераны. Это касается не только патриотических событий, патриотической направленности, но охватывает практически все сферы жизнедеятельности. Самый известный, конечно, шахматный турнир, который проводится уже много лет. И очень мы рады, потому что люди старшего возраста показывают более молодым тот настрой жизненный, который должен быть у каждого человека. Тот стержень, который и формирует уникальное городское сообщество, которое называется «Город-герой Севастополя». Ровно 140 лет назад, 1 марта 1871 года, в Лондоне подписана конвенция, отменявшая статьи Парижского мирного договора 1856 года, заключенного по итогам Крымской войны. Россия вернула себе право иметь неограниченное количество своих военных кораблей, строить базы и укрепления на Черном море. Отмена нейтрализации Черного моря была определенным успехом русской дипломатии. Подписание Лондонской конвенции в 1871 году сыграло очень большую роль в развитии нашего города. Не секрет, что после Крымской войны, после того, как оккупанты покинули Крым и Севастополь, город лежал долгие годы в развалинах. После подписания этой конвенции, естественно, уже руки у России были развязаны, она начала действовать более самостоятельно. 1 марта 1881 года группа революционеров совершила четвертое покушение на Александра II, в результате которого император погиб. Группу террористов возглавляла революционерка Софья Перовская, которая участвовала еще в двух покушениях на царя. Именно она, взмахнув белым платком, дала сигнал одному из заговорщиков бросить бомбу в проезжающего Александра II. Спустя месяц вместе с другими заговорщиками Сенат приговорил Перовскую к смертной казни через повешение. Софья стала первой женщиной в России, казненной по политическому делу. В окрестностях Севастополя сохранилось имение семьи Перовских, Приморская. В этом небольшом одноэтажном доме после революции жили рабочие совхоза «Алькадар», затем совхоза имени Софьи Перовской. С 1989 года в доме размещен Народный музей истории предприятия. Там экспонируются уникальные документы, книги, личные вещи, мебель, принадлежавшие Перовским. В 1964 году на территории главной усадьбы совхоза в сквере открыли памятник Софье Перовской. На всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя» Севастополь представит школу номер 3 имени Александра Невского. Соревнования в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежи организованы Русской Православной Церковью. В Москве ученики Севастопольской школы представят школьную газету «Успех», которая издается уже 20 лет. Ее первый выпуск вышел в 1997 году. Мои стихи о родине, о моем родном городе. Я пишу стихи обо всем, что вижу и знаю. Мне нравится читать газету, потому что можно узнать много интересной и полезной информации. Это доставляет удовольствие мне и мои родители гордятся тем, что я пишу сочинения и не попадают в газету. В эту газету я пишу уже с пятого класса. Мне это очень нравится. И это, в общем, такой способ реализовать свои способности. Это очень интересно. И также это натолкнуло меня на мысль о том, что я хочу в будущем связать с этим свою жизнь, стать журналистом. Стихи, заметки, статьи и сочинения. В них ребята рассказывают о традициях в своих семьях, о любви к родному Севастополю и к России. Школьная газета «Успех» – это еще и летопись школы одного из старейших учебных заведений Севастополя и Крыма. В прошлом году школа номер три с углубленным изучением английского языка имени святого благоверного князя Александра Невского отпраздновала 140-летний юбилей. Само историческое здание школы – словно старинный замок. Оно было заложено в 1876 году как Константиновское реальное училище. При школе есть храм, бывший храм. Конечно, сейчас здесь актовый зал. Это церковь святого Александра Невского, которая была освящена в 1883 году. И газета наша школьная имеет вкладыши на французском, немецком и на английском языках. Газету оставляем на память всем выпускникам, потому что это напоминание о детстве, это частичка души, вложенная в это творение. Дети любят писать заметки, знают, что это останется в веках. На страницах успеха – то, чем живет школа, ее особенности и проблемы, праздники и будни, победы и нерешенные вопросы. На Всероссийском конкурсе за нравственный подвиг учителя ребята представят последний выпуск школьной газеты, который посвящен великому православному празднику – Рождеству Христову. Конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми организован Русской Православной Церковью. Мы гордимся нашими детьми, потому что каждый раз, начиная с пятого класса, они несут нам свои маленькие творческие работы, очень радуются, когда их печатают в газете. Родители тоже дают свои репортажи. В этом году ребята будут праздновать 20-летний юбилей своей газеты и очень верят в победу на Всероссийском конкурсе. Потому что девиз школы уже на протяжении более века – стремись к успеху. В 2016 году школа номер 3 вошла во Всероссийский рейтинг топ-500 лучших школ России и в топ-100 по филологическому направлению. Мы любим школьников на Всероссийском конкурсе! Нас и быстрее стремись к успеху! Маргарита Пронина, Андрей Вовк, Севинформбюро. 1 марта школьники города-героя сразились в региональном этапе Олимпиады по Севастополе-Ведению. Участников интеллектуального состязания принимали в трех районных школах города. Одной из таких площадок стала средняя образовательная школа номер 6. Более 200 учеников 5-го и 11-го классов Балаклавского и Нахимовского района одновременно в указанное время приступили к заданию. Ручка и бланк для ответов. Этим вооружились участники регионального этапа Олимпиады по Севастополе-Ведению. Более 200 школьников после долгих месяцев подготовки и накопленных знаний проверили, как хорошо они знают историю города-героя. По словам педагогов, Олимпиады помогают ребятам лучше узнать историю родного города и людей, которые отстаивали Севастополь. На базе нашей школы традиционно проходят Олимпиады именно по Севастополе-Ведению. И, наверное, это не случайно, потому что школа одна из старейших школ города Севастополя. Проведение данной Олимпиады является необходимым для города, для учеников, потому что это прежде всего воспитание любви к своей родине, которая начинается с любви к своему родному городу. Задания педагоги получают запечатанными. До вскрытия конверта никто не знает, какие вопросы подготовлены для школьников. Поэтому участники должны быть готовы к любым сложностям. Оценивает работы компетентная жюри. Севастополь-Ведение – это очень важный предмет при формировании патриотических чувств, развитии исторической предметной компетенции, развитии знаний учащихся о нашем родном городе. Важно, чтобы дети понимали историю, знали историю нашего города и понимали объективность процессов, которые происходят сегодня в нашем городе. Ребята рассказывают, что подготовка к интеллектуальному конкурсу заняла несколько месяцев. Кроме информации, полученной на уроках курса, школьникам приходилось изучать дополнительную литературу. В первую очередь читала учебник наш по «Севастополеведению» за девятый класс. Потом пришла на следующий день в школу, взяла учебники седьмого класса, восьмого класса. И мне библиотекарь дала как историю Севастополя такую огромную книгу. Мы все живем в городе Севастополе, в городе-герое Севастополе. И это город с большой такой славой для всего мира. И это, наверное, даже какой-то гражданский долг – учить историю Севастополя. Перечитывал материалы по времени, на отрезку времени начала XX века в Севастополе. Довольно сложный период, если честно. И материалов там очень много. Я вообще очень люблю историю. Для меня это было сложно, но это не было муторно, не было это интересно. Для ребят победа в такой Олимпиаде не просто почетна и приятна. Это и значительная помощь при сдаче единого государственного экзамена. Грамота может украсить портфолио школьников и поможет получить высокий балл. Дарья Юхновская, Виталий Козловский, Севинформбюро. Верность отцам, верность отчизне. Финал городского конкурса «Патриотическая песня» прошел в среду в Севастопольской школе номер 22. Отбор номеров в этом году был сложным. Заявку на участие подали 1300 детей с 68 песенными композициями. В финале жюри предстояло выбрать лучших среди 35 творческих коллективов. Песня о войне, о трагической истории города в истории целой страны. Песня о тех, кто не вернулся из боя, о тех, кто прошел концентрационные лагеря, о тех, кто до последнего сражался за Севастополь. Патриотические песни в исполнении школьников. Песню мы представили «Салас Пилс». Это песня о лагере смерти, который существовал на территории Риги. Песня о том, что души детей, и номер о том, что души детей намного сильнее душ тех, кто их убил. И у них хватило смелости погибнуть с честью и достоинством. Каждый номер творческие школьные коллективы готовили не один месяц под чутким руководством педагогов. Каждую строчку взрослых песен школьники пропускали через себя. Мы не должны забывать наших предметов, мы должны передавать эту историю из поколения в поколение. Мы должны гордиться этим. Это очень важно, потому что все мы должны не забывать об этом, и все мы должны помнить произошедшие события и чтить память умерших людей и не повторять ошибок прошлого. Школьники соревнуются в трех возрастных категориях – младший, средний и старший. В финале ребята представляют не только инсценированные военные песни, но и патриотические песни о Севастополе и о России. Мы для них, именно для них, в общем-то и делаем эти конкурсы, чтобы, может быть, через какую-то эмоциональную сферу достучаться до тех, может быть, каких-то маленьких дверочек в их души, в сознании, чтобы они прочувствовали, слава Богу, что они не видели. Самое главное, чтобы они прочувствовали все то, что пришлось пережить в нашей стране, стране великой, трудной, но столь славной судьбы. Конкурс инсценированной песни – одна из номинаций седьмого патриотического фестиваля «Верность отцам, верность отчизне». В рамках фестиваля Центр патриотического воспитания проводят литературные конкурсы, конкурсы чтецов, рисунков и видеороликов. Это самая многочисленная, самая такая творческая, самая красочная номинация, номинация, которая требует очень большого труда, если вот успели дозаметить, что это труд, труд детей, труд педагогов. Это финал конкурса инсценированной песни. Школьники и победители городского этапа примут участие в галоконцерте фестиваля, посвященном Дню Победы. Надежда Староверова, Денис Александрович, Севинформбюро. Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. День открытых дверей, посвященный этой дате, провели в Главном управлении МЧС России по Севастополю. Ученикам Севастопольского политехнического лицея рассказали историю гражданской обороны и роль чрезвычайного ведомства России в ее развитии. Цель данных уроков – это пропаганда знаний, чтобы дети знали азы, что необходимо сделать при возникновении пожаров, даже как оказать первую помощь пострадавшему. Конечно, номер 101 знают все дети города Севастополя. И в том году был случай, что после проведения подобных уроков, именно благодаря быстрой реакции ребенка, что он быстро набрал номер 101, пожарные спасатели приехали на место вызова, была предотвращена гибель семьи. Открытые уроки в этот день проходят по всей стране. Их цель – поднятие престижа национальных служб спасения. Мне всегда хотелось стать летчиком. И вот посмотрев фильм, как участвует спасательная авиация, как они тушат пожары с воздуха, мне вот тоже захотелось стать именно пилотом вот этого самолета, что я всегда увлекался авиацией. И мне действительно захотелось стать пожарным, что спасать жизнь – это тоже очень важно. И даже вот если на кону твоя жизнь, что ты можешь спасти жизни многих других людей, и причем сотни, может быть. После этого ученики смогли ознакомиться с пожарно-техническим вооружением. Огнеборцы показали ребятам средства индивидуальной защиты, аварийно-спасательный инструмент и объяснили, что нужно делать при пожаре в квартире. Севастопольские студенты запустили обратный отсчет до Всемирного фестиваля молодежи и спорта. Традиционный 19-й фестиваль пройдет в октябре 2017 года в Сочи. В первый день весны в Севастопольском филиале Московского государственного университета прошло торжественное вручение часов, которые будут считать дни, часы и минуты до знакового события. Всемирный фестиваль молодежи и студентов станет крупнейшим событием в сфере международного молодежного взаимодействия и соберет более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Студенты четырех университетов Севастополя запустили обратный отчет до Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Ребята получили часы, идущие против часовой стрелки. В этом году гостей встретит в курортной Сочи. 19-й в мире и третий по счету в России. Фестиваль соберет более 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Там ребята смогут поделиться опытом и рассказать о своей стране и городе. У Севастополя одна из ключевых, как я считаю, ролей. Нас мировое сообщество по-разному воспринимает. И я очень надеюсь, что делегация, которая будет сформирована вот с города-герой Севастополя, качественно представит наш город. Нас нужно будет потрогать, с нами нужно будет поговорить. И ребята расскажут действительно то, что было у нас на территории региона, то, что было на территории Крымского полуострова. Таймер для отчета выполнен в виде разноцветной ромашки. Это традиционный символ фестиваля. Однако в этот раз главным элементом стали цветные пиксели, как знак общности молодежи всего мира. Безусловно, конечно, хотелось бы принять участие в этом мероприятии. Оно очень медийное, оно очень классное. Безусловно, хотелось бы рассказать о культуре нашей, познакомить с историей, историческими моментами. Конечно же, приобрести новые знакомства, новых друзей. Конечно же, должны знать, что это город-герой, город фетерального значения. То, что здесь молодежь, она очень патриотичная. Стать участником 19-го всемирного фестиваля молодежи и студентов сможет каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля. Можно вступить в ряды волонтеров этого праздника. Регистрация пройдется до 31 марта. Дарья Юхновская, Виталий Козловский, Севин Фонбирал. Состязание молодых поваров. В Севастополе проходит региональный этап WorldSkills Russia по поварскому делу. В борьбу вступили лучшие представители кулинарных колледжей и техникумов города. За два соревновательных дня они должны представить на суд экспертов шесть видов блюд. Участников не загоняют в жесткие рамки. От конкурсантов требуется не только четкое исполнение процесса приготовления блюда. Немаловажна и творческая составляющая. Участникам дается выбор, что приготовить на свое усмотрение. Здесь они могут проявить свое творчество. Предлагается список продуктов, из которых они выбирают продукты и прорабатывают какие-то технологии современные. Конечно же, что-то интересное, подачи какие-то. И потом представляют уже в виде своих результатов работы. Региональный этап двухдневный. Соревнования проходят на площадке Севастопольского промышленно-технологического колледжа имени маршала Геловани. В качестве судей и экспертов – педагоги ведущих кулинарных колледжей города, приглашенные мастера поварского искусства и работодатели. Это для нас большая честь, что именно площадку нашего образователя учреждения выбрали для проведения первого чемпионата города Севастополя. Эксперты, оценивая готовность площадки, в целом оценили ее положительно. Да, есть еще проблемы, да, может быть, не совсем соответствуют условиям мирового чемпионата, но база у нас неплохая, и мы готовы ее совершенствовать. Конкурсанты обязаны сделать по три порции каждого блюда. По одной эксперты будут оценивать подачу, по другой – вкусовые качества. Третья будет выставлена на суд общественности. Всего на площадке работают четыре группы экспертов. Одна – дегустационная, и три оценивают непосредственно технологию приготовления. Отвлекать конкурсантов категорически запрещено. Для них это серьезный психологический такой вот стресс, потому что не все участники могут работать в таких условиях, когда на тебя смотрят 16 экспертов, и они пытаются найти какие-то ошибки, тут же их записать. Конечно же, эксперты ничего не говорят, они просто делают пометки, дабы не сбить с толку участника, чтобы какие-то комментарии не повлияли опять-таки на результаты работы. Но все равно это действительно тяжелый психологический такой вот стресс для них, потому что выполнить условия, выполнить все требования, предоставить результаты и, скажем так, не нарушить ничего – это тоже, скажем так, не каждому дано. Ну, здесь ребята молодцы, они все держатся, все, в принципе, показывают неплохой уровень. Победитель севастопольского этапа WorldSkills Russia в номинации «Поварское дело» в марте отправится на всероссийский отборочный тур, который пройдет в Якутии. Эксперты отмечают хорошую подготовку наших ребят, а следовательно и шансы на достойное представление города-героя на всероссийском этапе. Лучшие из лучших молодых мастеров кулинарного дела будут бороться на национальном чемпионате молодых профессионалов за место в сборной России на европейских и мировых первенствах. Михаил Журавский, Андрей Вовк, Севинформбюро. Севастопольские полицейские задержали в Краснодаре злоумышленника, на счету которого два разбойных нападения, совершенных в прошлом году. Им оказался 30-летний житель Краснодара. Со слов задержанного, он выбирал магазины, в которых не было покупателей. Под угрозой предмета, похожего на пистолет, злоумышленник похищал у продавцов магазинов деньги. Его первой жертвой стала продавец магазина, расположенного в Балаклавском районе, у которого он похитил 2000 рублей. Второе разбойное нападение злоумышленник совершил на магазин, расположенный на автозаправке в Ленинском районе. Сумма ущерба составила 27 тысяч рублей. Злоумышленник арестован. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. По инициативе прокуратуры Севастополя возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц общества с ограниченной ответственностью КС «Технология». Установлено, что подрядная организация, выиграв конкурс на осуществление капитального ремонта домов, предоставила в фонд содействия капитальному ремонту города Севастополя гарантию банка на денежное обеспечение договора. Прокурорская проверка установила, что банковское учреждение таких гарантий частной структуре не предоставляло. В действиях организации КС «Технология» усматривается признак подделки документов. Расследование находится на контроле в городской прокуратуре. В Севастополе выбрали лучший следственный отдел. Второй год подряд в этой номинации побеждают следователи из Балаклавы. В Следственном управлении Следственного комитета России по Севастополю подвели итоги регионального этапа профессионального конкурса. За прошлый год сотрудники следственного отдела по Балаклавскому району возбудили 120 уголовных дел. Среди них убийство и покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью с летальным исходом, преступления, совершенных несовершеннолетними, а также преступления, связанные с коррупцией. В суд с обвинительным заключением направлено 70 уголовных дел. Нагрузка на одного следователя составила почти 5 уголовных дел в месяц. Русская весна день за днем. С 23 февраля уникальный проект вновь в эфире независимого телевидения Севастополя. В феврале-марте 2014 года корреспонденты и телеоператоры нашего канала работали не покладая рук и собрали не имеющие аналогов архив видеоматериалов, запечатлевших ход событий русской весны в Севастополе. Митинг народной воли и первые блокпосты, задержание экстремистов и блокирование воинских частей, подготовка референдума и судьбоносные решения. Это документальная хроника. Все так, как и было на самом деле три года назад. День за днем. Ровно в те же даты мы будем повторять архив рубрики без комментариев. Смотрите цикл «Русская весна» день за днем ежедневно после 8-часового утреннего повтора выпуска новостей, днем в 15.15 и после вечернего выпуска в 19.35. Дополнит хронику наш ретроспективный проект «Рядовые весны». Живые воспоминания тех, кто не жалея времени и сил боролся, каждый на своем участке фронта. Севастополь может в полной мере ощутить приход весны, потому что она полностью вступила в свои права. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 марта нас ожидает переменная облачность без осадков. Ветер южный, во второй половине дня его сменит западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов тепла, днем потеплеет до 11-12 градусов со знаком «плюс». За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 13 детей, 8 девочек и 5 мальчиков. На сегодня это все. В выпуске Севинфорумбюро смотрите в 17.30, в 19.00, в 21.30, в 23.00 и в 2.00 ночи, утром в 6, 8 и 10 часов, днем в 12.05 и 15 часов. Телефон редакции 59-0062. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин